Уважаемые горожане, давайте познакомимся с проектом. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы обсудить судьбу этого парка. И очень хотелось бы, чтобы он сохранил свою прелесть, свой уют, свое тепло. Поэтому я предлагаю сейчас передать микрофон, я вот сейчас его просто вырвала, отдам архитекторам. Давайте их послушаем, что они предлагают. Можно, пожалуйста, мы примем регламент, соответственно, за него проголосуем. Подождите, а какой регламент? Давайте сначала мы выслушаем всех, прежде чем подписывать какие-то документы. Никакого проекта, никаких архитекторов. Мы добро не даем. Если они решили, по своих дворах. Пожалуйста, пожалуйста, принесем. Это не вам решать, а нам. Это нам решать. Никаких архитекторов. Скажи, кому деньги идут, мы тогда проголосуем. Отдайте ему. Так если в течение пяти минут мы не успокоимся, мы просто все разойдемся, и все. Давайте, 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 давайте. Давайте, давайте, давайте. Слово предоставляется архитектору, который представит сейчас наш проект, который называется в 2020 году. Давайте, давайте. Давайте, чтобы порядок был. Мы принимаем рекламу, ну что, на сколько вопросов по-русски. Мы шляров за клубьями ходим. Добро нет, а проект смотрим. Мы против. Давайте, давайте, давайте. Тогда мы дадим добро, будем слушать вас. Мы еще ничего не начинали, но не надо, не начинайте. Я такой же гражданин, как и вы. Вы против нас. Вы против нас. Я пенсионер. Нормально. Так становитесь на нашу сторону, защищайте наши интересы. Не представляю, чьи ты интересы. Как ты, дорогой? Да, да, да. Давайте поговорим. Мы вам сказали, мы не хотим, чтобы этот факт тогали. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Подождите. Сейчас каждый будет так выступать. Давайте примем рекламент. Сколько вы говорите минут. Хорошо. Давайте сделаем так. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Я просто как военный человек, я просто вижу вот это. Так нельзя. Вы же тоже военный. Тихо. Идемте сюда. Иду сюда. Офицер запасов вооруженных сил Российской Федерации, Люс Владимир Викторович. Знаешь, что? Стоп. Вы родились в Телетомахе? Да. Стоп. Вы, вы, вы. Я родился в России. Одну минутку. А я здесь трех лет гуляю. И пенсионеры. Сейчас будет выступать. Сейчас будет выступать. Регламент. Кого слушаем, кого нет. Тихо. Не базар. Который слушает. Давайте я регламентам. Неужели вы хотите сидеть на сломанных скамейках? Мы все за то, чтобы сохранили зелень. Но парк требует реконструкции, требует ремонта. Нам нужен действующий фонтан. Нам нужны скамейки. Давайте просто заставим администрацию сохранить зелень. Но все остальное нужно заменить. Уважаемые люди. Уважаемые жители. Уважаемые жители. Тихо. Тихо. Слушаем. Станьте вот мне. Давайте. Тихо. Давайте сделаем так. Еще раз повторяю. Я такой же житель, такой же человек, как вы. Тихо. Пожалуйста. Моя фамилия Меграна Фаридов Драхманович. Я потом выступлю. Давайте мы немножко порядок наведем. Я еще раз повторяю. Я не представляю чьи эти интересы. Давайте вот умные мысли у людей появились. Давайте установим регламент. Выступаем по три минуты. Ну сначала надо архитектора послушать. Наверное. Нет. Тихо. Тихо. Мы же суть вопроса не знаем. Так же как и я. Я же не знаю о чем разговор. Проект в интернете примерно есть. Тихо. Тихо. Давайте проектировщику дадим слово. Вы не правы. Голосуй за мной. Тихо. Сейчас не правы. Проектировщику слово даем? Нет. Хорошо. Отлично. Тихо. Давайте вы сразу определите кто сколько выступает. Минуту. Сейчас. Минуту. Сейчас. Ну подождите вы. Что вы этот? Проектировщик где? Я. Стой вот здесь. Тихо. 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 Так. Народ. Сколько мы даем слово? Минут. Пять минут. Пять минут. Ты понял? Да. Пять минут. Больше все ничего не говоришь. Засекаем. Выступающим. Выступающим. На вопросы 30 минут. Так. Минутку. Тихо. 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 Мы сейчас. Минут. Девушка. Тихо. Слушайте меня. Тихо. Тихо. Минут. Тихо. Перед нами была задача в первую очередь сохранить все деревья, сохранить всю транспортную дорожную сеть. По факту этот проект не предполагает никакой переделки. Он предполагает просто уважение комфортного пребывания. Проект подразумевает то, что мы меняем только устройство, освещение, брусчатку, покрытие. Добавляем здесь для спортсменов спортивные площадки. По сему периметру парка у нас пройдет вековая дорожка. Если заметьте, она не идет не в новых местах, а она существующая. То есть чуть попозже можете подойти и посмотреть. Здесь указаны все деревья, которые находятся в парке. И можете заметить, что они... Организатор, мы же приятный врач. Тихо, тихо, мы же договорились. Правда, в совету плохо. Организатор должен был организовать... Скоро, скоро, скоро сейчас подъедет. Вызвали, говорите. Можно, да? Вызвали, говорите. В этой части предусмотрены игровые площадки, более новые, более современные. С покрытием? С резиновым покрытием. Здесь у нас будет воркаут-площадка, фитнес-площадка. Существующая волейбольная площадка будет переделана под универсальную, где зимой можно будет на коньках покататься, к примеру. Будут организованы места для отдыха. То есть не только скамейки заменятся, но и будут какие-то павильончики, лежаки, например, на той площадке, где можно будет летом отдохнуть. Будут здесь организованы туалеты, которых здесь не хватает в том конце, и здесь. То есть вот здесь вот, и здесь. Будут организованы павильоны для питания, которых здесь тоже не хватает. И все, наверное, знают, что здесь на месте парка стоял собор иконы Божьей Матери. Здесь будет у нас такой вот стенд на входе, где будет рассказана история об этом парке, о том, что здесь вывод. Где будет стоять? На входе. На входе, прямо возле арки. И будет организована такая часовня, где там находится. Она находится на месте алтаря, там, где и располагался он. Также будут организованы... Фонтан на месте остается... Фонтан останется на месте, будет сухим. Сейчас, зададим, зададим. Фонтан останется на том же месте, в том же периметре. Просто он будет не чаше, а прю. Предполагается, что будет сухим фонтаном. То есть и детям будет комфортнее в нем играть, ну и взрослым. Будет... Сейчас я подскажу, а потом будете задавать вопросы. Ну и по детским площадкам, например, если сейчас вы можете смотреть, она такая маленькая и не совсем комфортная. Сейчас проектом предполагается то, что для всех групп детей, то есть от маленького до большого возраста, там будут различные детские оборудования, очень интересные и разнообразные. А что в правом верхнем углу? Сейчас расскажут, зададите все вопросы. В правом верхнем углу скейт-парк, это уже больше для детей и подростков. Он будет выполнен из бетона, то есть это предполагает то, что он будет более, ну, более долго служить будет. И, например, если кто-то знает, вот деревянные скейт-парки, они очень шумные, а бетонные, они практически бесшумные. То есть никакого дискомфорта, например, не будет для жителей, для движения. Мы это делаем, в первую очередь, для жителей города, для того, чтобы здесь можно комфортно находиться на этом парке. Я хочу спросить, кто-нибудь будет, учитывая интересы жителей, что им нужно в этом парке, а что нет? Почему проект? Это уже утвержденный проект? Нет. Нет. Давайте делать проект тогда, мы согласны, что нужно заменить скамейки, кое-где поменять асфальтовое покрытие. С этим мы согласны. Площадки детские. Детские площадки. Ну, я просто не все же могу получить. Но нужно учитывать интересы людей, что им нужно в этом парке, а что нет. Так, у меня есть площадки, нам не нужны. Хорошо, хорошо. Три минуты. А, папа! Нет, 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 нет. Это вопрос, вопрос задает. Уважаемые жители, минутку внимания. Шураков Павл-Николаевич, замглавляя администрации. Послушайте, пожалуйста, минутку. Вот сейчас то, что идет голосование, это идет за место, не за проект. Вот вы сейчас маленько, вас будет заблуждение на самом деле. Голосование идет за место. Послушайте, пожалуйста, несколько парков, Шепелюка есть и Кирова. И все муниципалитеты бьются за то, что получить федеральные деньги на реализацию в последующем тех или иных проектов. Вот на это я делаю акцент. Еще раз, сейчас идет голосование за место. Проект, его еще никто не утвердил. Те картинки, которые указаны на сайте, где идет голосование, это просто картинки, не имеющие отношения к... Это просто фотографии. Сейчас, подождите, я скажу. Голосование, вот акцент я ставлю сейчас. За место. Это парк или Шепелюка, парк Кирова или парк Шепелюка. Если, вот послушайте, пожалуйста, голосовать может любой желающий за Шепелюка, за Кирова, не так далее. Это иерой момент. Я же не у вас спрашиваю. В дальнейшем, если город наберет необходимое количество голосов, 56 тысяч голосов, мы еще не набрали их, то городу выделят федеральные деньги на реконструкции того или иного парка, да, Шепелюка, либо Кирова. Подождите, сейчас я договорю. Дальше момент. Следующий момент. Если парк Кирова победит, вот этот и все проекты будут проходить все эти публичные обсуждения и публичные слушания. Никто не примет данный проект без обсуждения с жителями. Ни одно дерево, и глава администрации на этом тоже стоял в акцент, на прямом эфире это говорил. Ни одно дерево здесь пилился не будет. Теперь говоря о том, что сейчас здесь устраивает. Я вам скажу одну такую вещь. Не хочу сейчас на персонали подходить. Есть определенные лица, которые расшатывают ситуацию в нашем городе, понимаете. Делают, переворачивают ситуацию. И здесь эти люди есть, которые переворачивают. Подождите, пожалуйста, расшатывают ситуацию, чтобы столкнуть власть и людей, понимаете. Это тоже есть такое место. Вот сейчас давайте я передам еще раз людям, которые здесь эту ситуацию моделируют, и они спокойно будут вам на все отвечать. У меня вопрос к администрации. Стрельтомаг дышит активист. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот это голосование, которое было устроено, все получили, наверное, в родительских чатах, с БСК, бюджетной организации и так далее. Почему? Было 4 варианта реконструкции парка Кирова. Почему вы не поставили другие объекты, которые можно в нашем городе сделать? Я не знаю, парк на ВТС, допустим, сделать. Там, где действительно требуется инфраструктура новая. В новом районе. Почему? Вы не согласовали. Вот на тот момент вы не согласовали с людьми, что нужно в городе реконструировать, создавать и так далее. А сейчас вы от нас хотите, чтобы мы этот парк принесли вам. Деньги федеральные выделили. Зачем? Ответ, ответ. Вы поняли. Администрация выгустила. Я вам отвечу на этот вопрос. Три года назад. Три года назад было как раз сбор. От жителей, получается, списка благоустроенных мест. И сначала как раз была Стирля, Паркирово, Парк Шупеляка, получается, и там еще другие объекты. Было по градации, по процентному соотношению, как раз больше был сначала Стирля. Поэтому, поэтому меня не перебивайте, вас никто не перебивал. Давайте в том числе уважать. И получается, поэтому сначала благоустроили Стирлю и продолжают благоустроить, получается, другой берег тепейших. Следующие объекты как раз были Паркирово и Парк Шупеляка. Я думаю, ответ на вопрос. Вы общественное обсуждение по этим объектам ни по одному не устроили. С гордым не согласовали. Ни один проект. Здравствуйте, меня зовут Лилия. Мне 36 лет, я 36 лет, живу в старом городе. Очень люблю наш город. Я собираю старый город. У меня годик сыну, и я каждый день гуляю в этом парке. Слышите, кто там может еще сказать кроме меня? Я, 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 я. Я сейчас представила, в отличие от вас. Сейчас он представит. Я спрашиваю. Меня волнует только одно. Игровые площадки для детей. Они показали мне сейчас вот здесь игровые площадки. Я спросила, у меня это важно, потому что здесь очень хорошо и это гулять. Вопрос, вопрос. Все ли площадки будут провизинены, во-первых, потому что ребенок падает, и это невозможно, потому что вот это вот где-то... Нет, вопрос, и я хочу спросить, это будет асфальт или что, потому что вот в парке Салавата там иногда невозможно ходить, поднимается под асфальт, да, и ребенок, когда ходит в парень, это наше будущее. Я вопрос спрашиваю. Ну вы не под теми, ну вы не под теми, вы не под теми. Сейчас, сейчас. Тихо. Хороший вопрос. Отвечаю. Здесь будет резинное покрытие. Асфальт? Да, хорошо. Будет и у площадок, нет, это все будет резинное покрытие. Я поняла. А вот вы говорите, вы говорите, вы говорите, вы говорите, вы говорите. Хорошо. Так, идем-то сюда. Вопрос, вопрос, вопрос. Уважаемый горожанин. Не-не-не, вы не выступайте. Вопрос пока. Кому? Вопрос кому? Опять труба вот эта, как на набережной, железная, как на нагреванном. Не перегивайте, а! Чего не мерзывайте? Вы, станьте своей, говорите! Вы, что это? Говорите, говорите. У меня вам где включить не окуп. Даже просто показать. Уважаемые хозяева, власть, стоящие здесь, вы слышали, что были сказаны? Я, Люфт Владимир Викторович, представляющий вместе с вами власть. Расшатываю интересы власти, а власть вот стоит. Власть живет на наши деньги. Повторюсь, нам, пенсионерам, не надо. Нам надо решать. Заменить скамейки, пожалуйста. Игровые площадки не надо. У вас есть ворованные деньги с кинотеатра «Салава», который вы убили. Стоп, стоп, минутку. Делайте там все. Вы убили набережную Стерлю, которую каждый год будете ремонтировать. Наши дети будут вам страдать, ломать ноги, откатки денег. Вы нас не обеспечили остановками, дорогами, а деньги качаете. Я власть, мы власть. Власть, Павлик, ты подумай, ты слуга мой. Сейчас, сейчас, сейчас. А вопрос какой? Замков ты забрал. Не надо вопрос. Какой вопрос? Мы вопрос пока задаем. Вопрос. Да нет вопросов, вот у них. Экологическое свежее... Аж когда-то сначала чистить надо, а потом делать эту набережную. Набережную наделали, а аж когда-то нельзя плавать, ничего. Зачем это лучше? А денег не рано? Расовать-то когда будем? Работать нарисовать, пройдясь. А вот, четырюга. Да давайте не будем мешать. Следующий раз. Говорите в микрофон. Уважаем. Уважаем. Говорите, говорите. Уважаем. Спросите в конкретном ход, смотрите. Тихо. Друзья. Друзья. Отвечу. Мы договаривались с вами. Спокойно слушаем. Даем очередной человеку слово или вопрос он задает. Так, у меня вопрос такой. У меня вопрос такого порядка. Значит, у нас неоднократно, я как являюсь членом Совета Ветеранов, объявлялся, динамбург, и сейчас. Значит, обращался к товарищу Галифулину. Что у нас с этой площадкой творится? В чьем она ведение? Никто за ней не следит. Вы посмотрите сейчас на эту площадку. И вы опять туда хотите деньги вложить, чтобы завтра опять у нас превратилось в дерьмо. Посмотрите, какой у нас забор здесь, вокруг парка. И хотят у нас, будем говорить, от ущерка безобразия, которое здесь творится. Значит, продолжить. Значит, 103 дерева было спилено, а сколько посажено? Кто ответил? Сколько выжило из них? На сегодняшний день, если поставить его в брусчатку, а не резиновое покрытие, то люди будут с палочками, которые старики ходят, наши ветераны, они падать будут. Вы понимаете, что вот это вот сейчас покрытие, которое резиновое, вы нам не сделаете. А если сделаете, то, извините, кто его будет убирать? Можете посмотреть, у меня вызволено, как его убирают. Спасибо за вопрос. Правильно. Хорошо. И деревянные дороги. Это было выступление. Тихо-тихо-тихо. Да, всем здравствуйте. Меня зовут Рокотяга Николай Александрович. Тихо. Хотел пару слов. Приванки. Хотел пару слов сказать. И по поводу вопросов. Да, у нас всяческая власть почему-то стремится к тому, что обычные люди, когда высказывают свою позицию, всячески дискредитировать. То есть, ну вот даже сейчас на этом собрании, я честно удивлен. На самом деле, я сюда пришел, я живу здесь тоже рядом, вот как девушка спрашивала, да кто? Вот мне тоже 30, 30, да, я уже со счета здесь нормально. Не волнуйтесь. 37 лет, да я не волнуюсь. 37 лет и здесь живу всю свою жизнь. Я думаю, здесь многие, кто собрались, небезразличные люди, кому реально это важно. А не потому, что сюда кого-то кто-то что-то как-то позвал. Я думаю, основная беспокойность заключается в том, что я за для того, чтобы преображался парк, преображался город. Но меня смущает. Часовня, скейт-парк, там и дальше пошли. Общепиты. То есть, ну что собираются делать из парка? То есть, если это сделать все правильно, в концепции отдыха, в концепции отдыха, что сюда пенсионеры приходили, дети с детьми. То есть, да, в этом русле, да давайте, пожалуйста, мы только за. Выделяются федеральные деньги, пусть там они, как их будут делить, это уже не наша проблема. Я хочу, чтобы вот в таком формате это все было. И теперь еще вопрос. Во-первых, какой правовый статус сегодня в собрании? Сначала сказали, обсуждаем проект. Потом сказали, проект вообще нету, мы ничего не обсуждаем. А в итоге, что мы здесь, для чего собрались, мне, честно говоря, сейчас на данный момент вообще непонятно. Очень хороший вопрос сейчас ответил. Так, вот, кстати, человек выступил и деловое предложение предложил. А мы тут кричим ей все это. Смотрите, вам было сказано о том, что это предварительный проект. Не проект, а предварительный проект. Мы его не обсуждаем сейчас. Вы высказали, да. Вы же сами говорили, регламент, регламент, зачем вы сами нарушаете свои слова же. Это предварительный проект, который можно поменять, внести изменения. Мы собрались как раз для того, чтобы обсудить вот с людьми. Это наша была инициатива, как раз, чтобы собраться. Ну, если бы не была инициатива, мы зачем пришли сюда? Поэтому была наша инициатива, чтобы прийти сюда, объяснить людям, спросить, что надо, спросить, что надо, услышать обратную реакцию и на основе обратной реакции ввести какие-то изменения именно в этот проект. По поводу, сейчас тихо я выскажу, по поводу общепита. Ну, я, например, с ребенком гуляю, неохота, если мороженое, для ребенка мороженое поесть, я думаю. Вот если это будет, если это будет, если это будет как раз с краю, где никому это не мешает, маленький? Нет, нам мешает. Мешает это все. Смотрите. Мешает тут. Я говорю про мороженое. Мороженое стояло. Здесь мороженое стояло. Мы убрали его. Никто не пояснился. Тихо, тихо, вопрос. Мороженое стояло тут. Ну, все говорят, что здесь подписчики. Я, вешего, 62 года, хожу в этот парк, и я против того, чтобы здесь хотя бы одно дерево вырубили. Я против того. Я думаю, все против этого. Здесь прекрасные деревья, и мы не позволим уничтожить их. И будем против всех голосовать за это. Будьте добры, ремонтируйте забор, который развалился. Там ремонтируйте площадку, где отремонтили. А вот это глобальное уничтожение парка мы не позволим. Хорошо, хорошо. Знаете, что это? Надо быть, как и в мою. Здравствуйте, уважаемые горожане. Слушайте, слушайте. Я в свое время здесь был старшим участным инспектором, и парки Рово для нас никаких проблем, часто для милиции, не созывал. Здесь всегда было выходить приятно, что хочу сказать. Десять лет назад я был, я занимался по городу, по ландшафтному дизайну. По просьбе Анатолия Григорьевича, заместителя, я сюда приехал с своими дизайнерами. Замерили, измерили. И предусмотрели замену некоторых деревьев старых. Есть здесь старые деревья. Деревья старые есть. Я как специалист, я вижу. Я не сели года. И передо мной. Если у меня, это очень хорошо. По нашему мнению, здесь специалисты, как ландшафтники, как ландшафтники, мы видим, здесь территорию надо обогораживать. То есть, здесь есть чернозем. Десять лет назад смета уже была, проект был, но ничего сделано не было. Почему? Потому что денег не было. Я хочу сказать, хаббота не было. Есть федеральный закон, статья 131, и право публичности, статья 28, и порядки регулирования с администрацией. Я думаю, проблем не будет. Каждый выскажет свое мнение. Ну и провести, естественно, законную порядку представитель власти, ветеранской организации. Я сам являюсь представителем Союза ветеранов имени Адригорь Николаева. И наша задача в социальной бытовой проблеме ветеранов решать целого народа, населения города. Поэтому я считаю, парк, он должен быть. Может быть, если финансирование выделяется, надо воспользоваться этим финансированием. Деревья! 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 Вы кому вопрос задаете? Деревья, я противник, вот одной штуки. Что я хочу сказать? Что хочу сказать? В новом районе каменные дома стоят. Поэтому есть места, где можно реализовать эти программы вместе с вами, вместе с заселением, вместе с народом. А почему там не царапазованы? Родина, живу здесь тоже 62 года. Дети мои здесь были, маленькими с внуками хожу. Кто может дать гарантию, что ни одно дерево не спилит? Вот здесь, когда делали детскую площадку спортивную, уже все попилили старое. Все осталось здоровое, нормальное деревье. И не надо наш город оголять. Посмотрите на картинках, на фотографиях. Предложение какое? Предложение. Сейчас я такой. По фотографии видно, что все голое. Это будет соврада очередная, где будет жариться. Предложение какое? Замени слово реконструкции на слово благоустройство. Как уже сказали, отремонтировать забор, площадки и за ними следить. Деревья не трогать. Вместе с инициативной группой. Аплодируем, аплодируем. Какой еще будет в этом будет принять участие группы с команды. Еще хочу сказать, вот начать с внуков. Мой внук, уже довольно-таки большой мальчик, он в том парке не любит ходить, потому что там действительно солнце пек. А люди вот в этом парке гуляют, потому что здесь тень. И ты прекрасная вот эта... Кто против? Кто против этого? И во-первых, дальше. Вот вы там на чернозем навезли, вы говорите, в том парке. А почему, что там растет? Так вот мальчики распуты, колючки и никто и вне. Дай ему вопрос не задаваться. Тихо. Выступить. Можно, чтобы вопросы одни и те же не задавали? Одни и те же, да. Дайте я скажу. Нет, нет. Я одни и те же не задаю. Они те же, одни и те же. Только стоя с одной организацией. Тихо. У меня вопрос. Как вы учитываете права? Пожелание. Да, желание. Убежение инвалидов. Я мать. Ребенка инвалидов. А вы предлагаете? Что вы предлагаете? Что вы предлагаете? Как вы учитывались? Это интересный. Интересный не только моего ребенка. Я здесь вижу и пожилых инвалидов, колясочников, которых никто не толкает. Ваши резиновые покрытия, когда они будут на колясках. Да мне не смотреть, я это. Вы предложение внесите. Общипит. Общипит. Меня это смущает. Я не могу ребенку больному объяснить, что я не куплю ему. Он этого не понимает. И мне приходится каждый раз предпроводить. Парк, это и есть парк. Игрушки не нужны, а шипитые. Второе. Скейтбарк вот этот вот. Кто будет гарантировать безопасность детей, которые будут без присмотра на скейтах кататься на этом скейтпарке? Шипа ломает. Не от того милиционера никогда нету никого. Никого не везет. Только парке не от того милиционера никогда нет. Детей-инвалидов. Не только детей и взрослых, но и чтобы скейтбарка не было. Детей-инвалидов. 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 Здравствуйте. Дальше. Делать спортивное что-то такое для детей. Дальше. Вы хотите здесь сделать различные спортивные площадки. И эта площадка, чтобы построить эту площадку, во-первых, нужно очистить территорию. Это будет вся корневая система деревьев повреждена. И начинают сохнуть деревья от этого. Это мы уже прошли. Вот, пожалуйста. На этом около салаваты росли 36 лет. Росли ели голубые. У меня сына. Я как раз родила сына и посадили эти ели. 36 лет они росли. Взяли куда-то и втели за одну ночь. За одну ночь. Все люди возмущены. Никто не слышит нас. Здесь тоже. Дальше. Еще я скажу. Дальше. Здесь у нас. Здесь у нас. Скажу я сейчас все. Это. Здесь стадион Каучерк. Заброшенный. Вот куда деньги надо вкладывать. Спортивные. Спортивные. Дети. После закрытой больницы детская целая площадка. Детская больница. Прекрасная была. Пожалуйста. Демонстрируйте. Какой год уже? Четвертый, наверное. Вот. Детская больница. Детская больница. Сейчас подождите. Дальше. Дальше. В это... После четвертой школы. Пусть. Дальше. В это... Пляж. Решили реконструировать... Реконструировать... Реконструировать. Я уже... Реконструировать. Вы парк говорите. Я вам все и говорю. Это деньги. Это деньги. Наши деньги. Мы платим налоги. Это наши деньги. Поэтому все заинтересованы. Все видят, что ничего хорошего не происходит. Понимаете? Вы существу по проекту. Что предлагаете? Предложение. Такое предложение. Предложение. Конкретное предложение. Конкретное предложение. Мы говорим. Деньги. Нужно вкладывать деньги туда, куда нужно. В парк Шепелюка. Вообще не нужна. Давайте отвечаем. Я отвечу. Коллеги, вот сейчас потише. Сейчас вопросы были заданы. Я хочу на них ответить. Смотрите. Эти деньги не предусматривают стадион. Стадион это уже здесь реконструкция, строительство. Это благоустройство. Деньги выделяются целевые. Их можно потратить на благоустройство. Нельзя потратить на капитальный ремонт, на строительство чего-то. Понимаете? Это разные вещи. Их еще и получить надо. Нет, подождите. Это благоустройство. Еще раз говорю. Вам слово дали. Вы свое слово сказали. Вы сами были залегомлены. Давайте базар не будем застраивать. Еще раз. Дальше отвечу. По поводу реки Ашкадар. Это не относится к этому проекту, но все-таки отвечу. Это наш район. Вот, да, вам отвечу. Что реку хотели почистить, но это куча разрешений. И в том году именно компания, которая хотела почистить, не успела все это получить. И вы меня не перебивайте еще раз. Что за привычка у вас? Вам слово дадут потом? Вас же никто не перебивает, когда разговаривают. И в этом году планируется вот эти разрешения до конца дополучить. Реку Ашкадар будут чистить. Если кто ходил, гулял по пляжу, вы видели, как интересно, как красиво сейчас это сделали. Там изначально не было деревьев, кроме кривых топорей. Можно вам? На пляже? На пляже. Да. Они берег держали. Вы видели какие-то береги? Они держали берег. Там были клёны. Что вы мне говорите? Там топоря. Вопрос. Тихо, тихо, тихо. Мы, друзья, не успокаиваемся. Тихо, тихо. Мы уходим куда-то в сторону. Куда мы в сторону? Нет, мы уходим очень сильно в сторону. Мы сегодня обсуждаем вот этот объект. Мы против. Мы против. Вы знаете что? Ремонтируйте, но не трогайте. А вы хотите любым способом вырвать деньги? Да я ничего не хочу. Вопрос можно? Да. Я тогда перед вами сейчас я буду сам выступать. Выступай. Выступаю я. Я скажу, друзья мои, зачем я стою здесь? Не знаю. Не знаю, да. Для нас, для меня, а нас кто я скажу? Это сакральное место. Где? Здесь. Здесь стоит памятник чернобыльцам, которые выполнили свой долг, которые умерли, которые являются патриотами, герои и мужественно выполнили свою задачу. И поэтому, когда вопрос стал реконструкцией, администрация города обратилась к нам, общественной организации. А нас более 500 человек. А нас целый город. А подождите вы. А подождите вы. А подождите вы. А подождите, пожалуйста. И поэтому мы говорим. Давайте предложение и что хотите. Давайте предложение и что хотите. Если вы ставите вопрос на голосование, то оно должно быть правильным и добровольным, а не так, как сейчас. Всех обязывают, всех учителей, воспитателей обязывают. Эти голоса, да, я пенсионер, я знаю, у меня есть дети в семье. Эти голоса набраны, все собранные голоса, это недобровольные голоса. Недобровольные голоса. Выборы у нас учитывая, что по полу. Дошла. Надим, Надим, всем Надим, всем. Здравствуйте, товарищи. Это Аркадьков Евгений Александрович, посетитель по Союзу. Не слышно. Продолжение следует. Продолжение следует. Сорокотяга Евгений Александрович, председатель по Союзной организации. У меня один вопрос и, наверное, одно предложение. Про Союзной организации. Значит, смотрите, у меня вопрос, собственно, сейчас я немножко по проекту спрошу и задам вопрос к проектировщикам. А вы проектировщик? Вот смотрите, у нас есть вот этот парк, я здесь больше, почти 40 лет, наверное, проживаю рядом с парком. Этот парк, он, ну, классический парк такой, вот последний старинный парк, наш здесь городской. Да, старомодный, натуральный. Ну, не только для пенсионеров, тут говорили, и дети гуляют. Для всех, кто шил, да. И дети гуляют. Здесь спокойное место. Это последнее место, которое приближено, наверное, на кресло больше. Да, да, да. Вот, смотрите, вот у нас вот, наверное, примером классических парков может являться, допустим, Александровский парк, да? Вы, наверное, притерщик были там? Московский, да. Ну, в Московске есть Александровский, Питерский парк, есть Коломенский парк. Вот можно ли в этих парках представить элементы малой архитектуры? Можно, чтобы там скейт-парки поставили, площадки? Вот там люди гуляют, и они заряжаются вот этой энергетикой. Понимаете? Так вот, у меня вопрос к проектировщику. Он, наверное, не местный и не знает о том, что это последний наш парк, который вот с такой энергетикой обладает. Так вот, учитывалось ли то, что вот этот последний парк, вы были в Александровском парке, в Коломенском, чтобы вот учитывать вот это? Понятно, что вам надо натыкать большее количество, что было в устройстве здесь. Да, мне надо это. Здесь, вот здесь вот, больше, чем на... Вот если посмотреть по площади, больше, чем на 1 треть уменьшится хронический разлом. Вы, да, выпил деревьев там будет. По деревьям, так я вам скажу, например, вот многие не видели в Отрадовке. Сейчас мы вопрос ставим на возбуждение, там, административное дело, мы его поставим. Так вот, там тоже говорили, что ничего, вывезли несколько машин берез, сказав, что они, значит, неживые, неживые. Так вот, вывезли они их очень уходной зимой, а весной оттуда пошел березовый сок. Вот почему у нас здесь варианта такой же не будет, никто не может гарантировать. Если это проект, благоустройство полностью комплексный, будет как с тем парком, огородят и сюда никого не пустят. Вы учитывали вот такие элементы классических парков, вы же, наверное, проектировщик, при проектировании вот этого парка, когда вот это вот прицепляли мороженое. Послушайте, пожалуйста, поближе микрофон, пожалуйста, вас не слышно. По существу, если отвечает, то здесь по факту просто облагоустраивается весь парк. Ну, скажи честно, не учитывай. Здесь все абсолютно учитывали. Здесь явно то, что в детской площадке мало. Ну, посмотрите, не надо. Уважаемые жители, еще раз давайте минутку внимания и уважения. Вот как-то двойственно у вас все. Один выступающий молчат, начинает человек отвечать, начинается крик. Еще раз давайте уважить, еще раз прошу всем уважительно относиться. Проект, еще раз, слушайте, вот этот проект не один человек, это творческая группа. Входят и активные организации, и общественные организации. Для понимания, я сам вырос в этом районе, в третьей школе учился, здесь вырос в этом парке. В 95-м году школу закончился, в 87-м учился. Вы не в мой однокласснике, я закончила третью школу в 95-м году. Стертовак, дыши, не занимайтесь провокацией. Да, не провокацией. Смотрите, еще раз, этот вопрос стоит в благоустройстве парка. Вот сегодня все пожелания, все ваши замечания, все это фиксируется. Повторюсь, это только предложенный проект. Все это записывается здесь, поверьте, и записи, и видеозапись полностью все ведется. Кто, что задает, какие вопросы. Полностью мы все по записи полностью все вопросы воскноводадим. Смотрите, не нужен здесь скейт-парк. Не нужен. Послушайте меня, пожалуйста. Вот мы сейчас с вами останемся, и давайте проверим, кто учился в третьей школе, а кто не учился. Я вам каждого захожу по району. Смотрите, значит, не нужен скейт-парк. Значит, будут вноситься изменения, и скейт-парка не будет. Все пожелания жителей, все будет услышано. По тем же мороженым. Это не какой-то здесь фудкорт, кафе будет построен, да, а маленький. Не надо, не надо, не надо. Еще раз, не нужно, значит, и не будем стоять. В другом месте поставим, понимаете. Выставим за территорию этого парка. Давайте сохранять еще раз уважение, не заниматься провокациями. Вот здесь я стою, да, смотрю. Очень много людей, которые пришли, которые реально здесь живут, и стоят в стране, слушают весь этот балаган, который устраивают люди, которые здесь есть. Это не балаган. Спасибо, тихо. Это не балаган. Это мы не люди, а балаган. Спасибо, это не просто тихо. Давайте я предложу, не несу там структуру. Вы говорите, не говорите. Нет, не говорите. Подождите, меня администрация сейчас слышит. Вот я предлагаю организовать инициативную группу, которая придет в администрацию города к архитекторам нашим. И вместе с ними мы давайте обсудим проект по благоустройству нашего парка. Мы как представители жителей выскажем, что мы хотим видеть в этом парке. И все эти пожелания пусть будут учтены в новом проекте. Мы не против того, чтобы все все хорошие предложения. Вот смотрите, на самом деле, конструктивное, хорошее предложение. Создать группу рабочую при проекте, чтобы жители предлагали свои предложения. Вот хорошее предложение. А мы что-то даем предложение, что ли? Тихо, тихо. И хочу сказать, давайте вы сейчас определите. Не было никаких представных людей, которые якобы пришли от нашего мнения, что-то сказали. С адресом регистрации, чтобы мы сейчас скажем, определимся, кто пойдет. Прямо сейчас. Вот сюда выходите, определяемся. Мы пойдем. А я тоже хочу. Давай, давай, давай. Давай, давай. Мы соседи. Хорошо, напишите. О чем ты говоришь? Меня зовут Тегатериал, я здесь 6 лет, я здесь 16 лет могу прописку показать. Спрашивай конкретные предложения по проекту. Конкретные предложения. Обнови морковую площадку. Даже семейные, которые есть. Сразу же ты свой человек, микрофон включили. У меня тут пластик, они убиваются. Он скользкий. Обнови дорожки, скамейки. Фудкорт здесь не нужно. Здесь есть рядом кафе. Багазины, мороженое. У нас три месяца рядом и все. Здесь не нужно мороженое. Даже площадки на то место, где стояли. Пески, они в грязи стоят площадки. Надо нормально. Попротивно. Чего попротивно? Нам лучше деревья сприлить. Тихо. Здесь есть свободные участки, пожалуйста, посадите дополнительно деревья. Деревь в лишнем... Надо дополнительно посадить. Хорошо. Все попротивно. Да, 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 да. Молодец. Попротивно. Говори, говори, говори. Здравствуйте, меня зовут Никита, мне 26 лет. Я более 10 лет проживаю в данном районе. И хотел бы уточнить. Возможно, часть людей до конца не понимает, финально ли это утвержденный проект. Или же все-таки будет... Просто да. Большинство людей, скорее всего, здесь по-прежнему не понимают об этом. И вопрос. Набор инициативной группы, он будет представлен только лишь старшим поколениям? Или так же с ней? Почему же? Я закончила школу. А где записано? А где записано? А где записано? А где записано? Товарищи, товарищи, потише, потише, пожалуйста. Я на 2 года. Смотрите, смотрите, я вам спрос скажу. А чем с админициативной группой там? Тихо, тихо, тихо. Вот сейчас нам товарищ архитектор сказал. Ну, мы говорим так. А где другие архитектурные проекты, Настя? Где тендер на проведение? Второй вопрос. Вопрос. Нам говорят, мы ничего не кроем. Как мы будем производить канализацию и воду, не нарушая корневую систему деревьев? Как? Когда загоним технику. Теперь вопрос. Самый больной. Они не знают, сколько это будет стоить. Тогда зачем они нам чухают? Они все знают. Назовите стоимость проекта. Назовите стоимость проекта. Архитектор. А у вас наркотичен. Можно я отвечу? Не, ну, она же архитектор же. Вот мы сейчас спрашиваем, сколько стоимость проекта. Как можно посчитать, если это убрать, это нет, сметы еще нет. Чтобы сметы посчитать, смотрите, это пока визуализация. Если вы понимаете, что творительная сумма не может быть. Ну, как вы понимаете, да? Товарищи, товарищи, тихо. Это надо во всех сайтах, во всех. Алло, алло. Короче, так. Вопрос заключен, что я говорю о грамотности, о том, что мы хозяева гораздо умнее своих выбранных людей. Им надо сделать, и они уйдут. Вопрос в чем? По каждому объекту, который здесь стоит, покажите нам смету. Потом те деньги, которые мы не будем делать, вы их выкиньте за сметы. Не может быть такого, чтобы человек проектировал, какой дуб, дерево, а денег он не знает сколько. Сверху ему скажут. Друзья, давайте успокоимся. Друзья, давайте успокоимся. Нет, давайте успокоимся. Вы меня слушаете или нет? Давайте успокоимся и примем какое-то решение, потому что это будет бесконечно. Вы все высказались. Вот. Без коней уже высказали. Дайте им против. Дайте слово молодым. Вы уже в своих ветеранах сидите на пенсии. Дайте молодым жить. Дайте им. Ничего не купите тут. За место. Я не выступаю. Кто молодым будет выступать? Давайте. А денег сколько? Я тут живу уже 37 лет, пока ароматся рядом с этим парком. Вот проект здесь нарисован. Если не вырубать деревья, должна быть топографическая съемка. И согласно с топографической съемкой, на пустых местах у вас должны быть нарисованы какие-то там элементы площадки. Здесь у вас просто стандартный какой-то план, который вы взяли чистое, если нарисовали то, что вы хотите. Дайте скажу, покажи. Сейчас вырываете. Вопрос в том, что молодежи хотят не спасти, что у меня ребенок сюда ходит. Салаватский парок, он не любит ходить, потому что там очень жарко. Это говорили, да. Я тоже, кстати, с вами не любили. То же самое. Многие дети. Мои внучки тоже не хотят. Поэтому здесь достаточно одной обновленной детской площадки, ограждения забора нового. Девушка с той же площадью. Спортивная площадь. Никакие деревья не нужно вырубать. Детей спросить сначала вечером. Я ухожу. Они не гуляют там, потому что там не на чем играть. Предложение. Вот, достаточно обновленного забора, обновленных дорожек. Девушка, как говорили, скамея, и все, настаточное. Девушка площадка. Я имею в виду, что зачем мы сейчас обсуждать, мы его не обсуждаем. Мы учитывать хотим. Прошлые ошибки. Вот, смотрите, только сейчас, секундочку. Почему? Смотрите. А этому здесь обсуждают, чтобы учесть ошибки, кто до этого работал, и где-то ошибся. А их набираем телефоном голосовать через учителя за реконструкцию. Почему дети, не видя никакого варианта, не имея права выбора, голосовали через учителя. Я об этом узнал. Я об этом узнал. Я об этом узнал только позволь. Все, мимо все. Этот проект, ну честно, нам продавили, продавили. Это был выбор без выбора. Да, вот сейчас девушка хорошо сказала. Выбор без выбора. Нам дали 4 варианта. Кирова, 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 Кирова. И Шепелюка один, и все. Да, Господи, да Шепелюк вам 100 метров, пожалуйста. Вам кучу? Да. У меня конкретное предложение. Во-первых, понятно, что глаза вы накрутили. Да бог с ним вы накрутите. Вот вам люди живые, говорят. Не менее 300-500 человек. Мы нахрен не хотим тут этих каких-то там технику загонять, деревья ломать. Это не надо. Сделайте легкие такое что-то там. Но это и так ваши силы. Вам нужны федеральные деньги для этого. А на федералку вам, пожалуйста, советская площадь вот здесь, да, за поликлиникой. Да что хотите, там сделайте, там столько места. На ВТС нету парка, столько места. Нового района нет парков. У вас место по городу-то завались. А ломать, извините, не строить. Вот пришли, увидели. Ага, здесь и так красиво. Сейчас чуть-чуть сделаем. И вроде как переделали, да? А все, а деньги-то уже забрали. Ну, ты строите на дном месте, на пустом. Вы сейчас обвиняете в воровстве, да? Вы обвиняете в воровстве. Никто никого ни в чем не обвиняет. Я уже заранее обвинял. Я вам говорю. Не надо. Делайте. Я могу вам этого нести. А не ломайте, что есть. Медицину вызвалили, дай богу. А когда заставляют голосовать против твоей воли, это нормально? Мы вам не верим. Не обещайтесь. Ну, мы не верим вам. И вам души. Мы не верим. А я не обещаю. Вы стоите нам против глаза и обещайте. Подводим итог? Подводим итог? Еще кто высказывает? Давай, Нина. Меня зовут Нина. Мы сейчас говорили по поводу обсуждения, что да, в администрации будет группа. Есть ли возможность сейчас присутствующие, да? Записывайтесь. 100%. Если люди, которые не запишутся, они придут. Записывайтесь. Все будем приглашать на обсуждение. Записывайтесь. Их не обвиняют экстремистами. Записывайтесь. Други обвиняют. И еще про добровольность. Я сегодня была на велозабеге. Очень хорошее мероприятие. Спасибо администрации за такое мероприятие. Но в этом велозабеге целый час нам говорили. Голосуйте за квартиру. Голосуйте за квартиру. У нас голосование. А в этом плохого? И финал был сюда. Это выбор? Что плохого? Это выбор. Можно отвечать? Это плохо. Действительно, сегодня прошел велопробег. Очень здорово, ярко, красочно. Всем спасибо большое, кто принимал участие. И по поводу голосования за парк ведущий действительно объявлял. Голосуйте, пожалуйста, за парк Кирова. Кто хотел, кто голосовал. Кто не хотел, тот не голосовал. В чем проблема? Вас заставили? А давайте сейчас. Скажите. Нет? Сочи не заставили. Можно молодежь пригласить? Есть тут вообще молодые? Нет, молодежь, они выступали. Просто я не вижу. Здесь одна романда стоит. Мы подводим виток? Давайте подводим виток. Вы жители близрежащих домов. Карл Марксович, пожалуйста. Друзья, вы не хотите... Друзья, вы не хотите... Вы не хотите... Вы не хотите никого слушать. Вы меня можете обвинять во все, что угодно, но я этого никогда не делал. Поверьте мне. Тихо, давайте. Итак, завершаем. Значит, самое главное предложение. Где женщина, которая инициативную группу будет возглавлять? Где она? Да, она формирует список. Ага. Я буду возглавлять. Нет, она, женщина, сама согласилась в инициативную группу. Вот, вот, возглавляйте. Давайте, я общественное движение «Старитамак Дыши». Я думаю, вы... Нет, мы вообще... Нет, мы жильцы только. Мы рядом... Я проживаю в Советской истокии. Нет, тихо. Так, и так. Мы говорим, чтобы у нас не было никаких чиновников, общественных деятелей, просто обыкновенный человек, который живет рядом с этим домом. Дискредитация! Так. Записывайте. 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 Записывайте, записывайте, ребята, записывайте. Итак, вопрос был задан. Нам нужен парк этот или нет? Нет. Он уже есть. Он уже есть. Итак, он уже есть. Но есть ряд пожеланий жителей, которые должны выполняться неукоснительно. Например, один из них не вырубать деревья, не продавать мороженое, сделать забор. Ну, иногда, знаете, хочется задать вопрос. У вас есть огороды у вас есть? У вас есть огороды у вас есть? Обновить просто. Вы деревья свои сгрубаете ее? У нас есть. Я хочу... Я хочу... Я хочу... Я хочу... Простите. Всё! Всё закончилось. Я хочу... Всем спасибо... Поэтому вначале хотели проголосовать. Кто будет? Председателем.